Пубертата – это очень важно. Хорошо, спасибо за ваши отклики. Действительно, опыт у всех очень разный. И мне кажется, что вот такой простой тест, на то есть граница в жизни с подростком у вас сейчас или нет, он очень простой, его можно очень легко сформулировать. Вот скажите, пожалуйста, в крайних ситуациях, в крайних, не в каких-то обычных, типа уроков или там невыполнение домашних обязанностей или в какой-то там момент, когда вы ждёте понимания в стандартной ситуации, а именно в ситуации напряжённой, в ситуации такой, когда действительно что-то решается серьёзное. Был ли у вас опыт, что вы говорите ребёнку «стоп» и он останавливается? Вы говорите ребёнку «нет» и он понимает, что действительно нет. Вы говорите ребёнку «так нельзя», и он понимает, что так нельзя. Не в рядовой ситуации, а в ситуации, когда что-то действительно серьёзное, кто-то заболел, что-то происходит в семье, какая-то ситуация на дороге, вы там попали в пробку. Вот мне кажется, вот это на самом деле тестовый вопрос про границы. Не когда вы спрашиваете «помыл ли ты посуду», а он говорит или она, конечно, там «мама, отстань, у меня важные дела». В крайних. Вот это первый тестовый вопрос. Ну и в общем-то весь подростковый возраст мы пробуем себя в том, чтобы границы в семье нарушать. При нашем с вами, дорогие слушатели, контактном стиле воспитания, при нашей открытости к ребёнку, готовности быть с ним рядом, готовностью думать, а как ему, к подростковому возрасту у него обязательно созреет неосознаваемое, он её не понимает, потребность нарушать границы. И тут получается двоякая история, что мы имеем в одном подростке двух персонажей. В отношениях со своими родственниками, мамой и папой в первую очередь, с теми, кто живёт в одном доме, братья и сёстры, может быть, бабушки, дедушки. Это один персонаж. И он всё время нарушает границы. Но этот же персонаж, у нас с вами ребёнок, другая его часть, учится выстраивать свои первые границы уже не с родными, а с друзьями, с учителями, может быть, с теми, в кого он влюблён, и там совершенно другая история. Что этот провокатор, нарушитель границ, тот, кто пренебрегает всем, чем можно пренебрегать, в семье, он может быть очень чуток, тактичен, внимателен, социально подкован в отношениях с другими, значимыми ему людьми. Это не про десятилеток. Десятилетка более-менее одинаковый и с теми, и с другими. Минус 11-12 лет это начинается, в 14-15-16 это уже действительно два совершенно разных персонажа. То есть иногда, когда вам описывают подростка вашего же, вот эти самые учителя, сверстники, и те, кто ему важен вне дома, вы думаете, что вообще речь идет о другом человеке. Вот в ярком пубертате вы имеете две разные стороны одного вашего ребенка. Дома провокация нарушения границ и огромная социальная такая внимательность, бережность, может быть, даже в отношениях со сверстниками. Скажите, пожалуйста, чей опыт подтверждает то, что я говорю? Опять же, если ребенок младше 11, может быть, даже 12, это не будет так. И мне очень интересно, как это сейчас вот для тех, у кого детям 14, 15, 16, насколько большой градиент. Возвращается внимание к родителям и такое внимательное, бережное отношение и перестают проверяться бесконечно границы в отношениях именно с родителями. Где-то, в общем-то, на излете острого пубертата, в его конце ребенок становится к нам более бережен, более снисходителен. Он начинает действительно вспоминать, что у нас есть границы. Это значит, что какой-то серьезный перевал мы прошли с ним. Но это может быть несколько лет большого контраста. Тогда с нами одно, с друзьями абсолютно другое. И вот смотрите. Собственно, почему это происходит? Почему подросток ведет себя как трехлетка, как будто бы трехлетка, и заново поверяет прочность границ? С моей точки зрения, у всего, что происходит в психологии развития, есть смысл. Смысл есть и в кризисе трех лет, и в кризисе подростковом, и в кризисе среднего возраста, через который, может быть, кто-то из нас проходит сейчас. Кризис – это большое изменение, и все вот эти вот вещи, которые мы здесь с вами обсуждаем, это спецэффекты этого изменения. Да, был ребенок и будет взрослый после пубертата, но вот этот процесс превращения из одного в другое проходит через разные вещи. И в том числе для того, чтобы вырасти, нужно испробовать с самыми близкими людьми на прочность все те границы, которые были так надежно освоены в предыдущую эпоху. Теперь давайте мы попробуем взять воображаемую шкалу от нуля до десяти, где десять – это максимальная по силе проба границ в отношениях с родителями, нарушение запретов, неподтверждение договоренности, установление своих правил игры, обесценивание того, что вы ему предлагаете. Вот это десять баллов. А ноль – это полный штиль. Это когда будет все нормально, как будто он согласен. Какой у вас сейчас показатель? На данный момент, какую бы вы себе больность вашему подростку выставили про проверки границ? Я вижу отклики в чате. Соответственно, если больность высокая и ребенок постоянно ведет себя как провокатор, то, в общем-то, это о том, что да, с этой темой нужно внимательно поработать. Отчасти это произойдет вот сегодня, в эти ближайшие полтора часа. Отчасти письменно это можно будет сделать. И, в общем-то, пик пробы границ у меня ощущение, что 12-13 лет в среднем. При неотложенном развитии, не ускоренном и незамедленном, 12-13, может быть, 14 лет. Это самый такой возраст, когда границы пробуются, пробуются и пробуются. И, конечно же, то, что происходит с подростком, имеет всегда причины, не только внешние, не только причины связанные с его развитием, но и причины внутренние. Прежде всего, внутренние. Когда внутри очень трудно, внутри во внутреннем мире подростка, потому что он переживает, о чем он действительно думает. Это обычно не уродки, мы говорили с вами. Внешние границы могут вообще не ощущаться. Ребенок в период резкого гормонального созревания настолько повернут внутрь себя и внутрь тех отношений, которые ему сейчас важны, что он может вообще быть не видеть ничего вокруг. Вот у меня в выходные был такой случай, пришли в гости наши друзья, у нас там дети похожего возраста, я не видела их мальчика полтора месяца. Ну, не были просто перерыв между гостями, и за эти полтора месяца он вырос, ну, вот сантиметров на десять, не соврать. У него и нога выросла, он вырос из всех там курток, штанов. То есть он за вот эти полтора месяца просто изменился, ну, капитально. И, конечно же, у него проблемы с границами, потому что этот активный рост, активное физическое изменение обязательно влияет на поведение. Мы часто это недооцениваем. Думаю, ну, вырос и вырос. Он вырос большой стал. Пусть идет себя по-человечески. Нет. Период активного нарушения границ очень часто, очень часто совпадает с периодом активного роста. Не знаю, как это в вашем опыте, какие у вас наблюдения, совпадало ли это у вас. И то, что им сложно, мы понимаем. Но это не значит, что, понимая это, мы должны полностью сдаваться и как бы соглашаться на то, что они предлагают, нарушая границы, которые выставляем мы. В отношениях с родителем подростку крайне важно подчеркивать собственные границы. Двоякая ситуация. Наши границы, то, что мы предлагаем, то, что мы хотим, они часто игнорируют. А границы, собственные, собственные правила, которые они придумали, они очень тщательно блюдут. Знакомая картина? Вот, скажем, наше правило, что нужно, не знаю, что майку каждый день стирать для мальчика, они могут отодвигать. А то, что, скажем, в их комнате ничего нельзя на столе перекладывать, даже то, что выглядит как мусор, это их внутреннее правило. Нарушать нельзя. Вот это вот 12-14 лет, самый острый период. Замечали вы? Замечали. И теперь я хочу предложить вам первый блок рефлексивных вопросов. Сейчас Лариса скопирует их в чат. Я предлагаю вам написать у себя и потом скопировать нам в чат ответ на три вопроса. Первый вопрос. Это любимые способы вашего подростка Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!